ну что друзья именно с этого места начинается у нас улакский каньон вот они горы и вот пошла дорога туда в каньон сейчас мы отправляемся туда я немного ошибся с этого места не начинается с улакский каньон с этого места начинается дорога на сулакский каньон дорога у нас протяженностью 28 километров до деревни дубки где как раз таки и расположена смотровая площадка сулакского каньона сначала дорога относительно ровная так как пролегает через горно равнинную местность да и ехать на машине можно относительно быстро в пределах 80 100 километров в час спустя какое-то время справа от вас появляется речка сулак в честь которой как раз таки и назван сулакский каньон после чего вы подъезжаете к поселку кулаф рыба вот именно с этого места начинается сулакский каньон подъезжая к поселку кулаф рыба вам как раз таки открывается вид на начало сулакского каньона и сердце ваше замирает Боже мой, какая красота, какая красота, какая красота. Кстати, я вновь немного ошибся. Дело в том, что назвав поселок Главрыба, меня ввели в заблуждение местные жители, потому что многие, кто приезжают сюда, они называют все поселок по названию главной достопримечательности, которая расположена в данном поселке, а это фермерское хозяйство Главрыба. Если мы обратимся к картам, то по картам Двагис данный поселок называется Новозубутли, а по Яндекс-картам называется Пионерный, хотя на другой стороне, как можно видеть, поселок называется Мятли. Дело в том, что данное хозяйство – излюбленное место для всех туристов и местных жителей, которые сюда приезжают отдохнуть. Вход в него – 100 рублей. На территории фермерского хозяйства есть ресторан, детская площадка, можно покормить форель. Стоимость корма – 25 рублей. Также можно арендовать домик, но домики здесь стоят очень дорого, поэтому я вам не советую. Также можно арендовать ротку. Прокатиться на лодке возле базы стоит 300 рублей 5 минут. В общем, каждый найдет, чем здесь заняться. В принципе, место посетить можно, но место, я повторюсь, довольно дорогое. Выезжая из Главрыбы, начинается подъем в горы, но перед самым подъемом в горы идет старая дорога, перед крытой бетонным блоком. Это, походу, старая дорога, она закрыта. Сейчас здесь проехать нельзя, чтобы машины не ездили, перекрыли блоками. Поначалу я подумал, что это старая дорога, идущая в горы к Сулак-Суму-Каньону. Но, как оказалось, это дорога, идущая к Пиатласской ГЭС. Она расположена чуть выше Главрыбы, в Де-Ике-Сулак. Она формирует каскад из трех полотенок. Самый известный из них – черкейская ГЭС. Но ее мы увидим чуть позже. Подлетать ближе к полотене мы не стали, так как это все-таки стратегический объект. И мы поехали дальше. Вот так вот перекрыли старую дорогу, а вот туда у нас новая дорога. Мы отправляемся сейчас туда. Ну что ж, выезжая из Главрыбы, дорога пошла в горы на смотровую площадку Сулакского каньона. Несмотря на то, что нам ехать до нее осталось всего 13 километров, а это 18 минут по Яндекс.Картам. Мы ехали туда почти час. И сейчас увидите почему. Просто за каждым поворотом открывался потрясающий вид на горы и долину. И на очередном повороте мы увидели это. Взором открылся прекрасный вид, а также стоящие качели прямо на краю обрыва. Смотрите, мы поднимаемся здесь на гору. И здесь вот такая вот площадка с качелями. Смотрите, какой прекрасный здесь вид. И мы еще не поднялись. Нам еще ехать вон туда наверх. Честно, виду просто смораживающий. Такая красота. Смотрите, здесь вот такие вот качели расположены. И сразу обрыв. Вы катаетесь прямо над пропастью. Вот так вот катаетесь прямо над пропастью. Даже страшно. Честно. Данные качели называются качелем любви. Они расположены с обоих сторон Сулахского каньона. Прокатиться на них стоит 100 рублей. Но так как мы ехали утром и никого еще не было, кто взимает плату, мы прокатились на них совершенно бесплатно. Многие туристы, когда едут на Сулахский каньон и останавливаются, чтобы прокатиться на данных качелях. Но несмотря на это, данные качели довольно опасные. Дело в том, что две туристки из Дагестана, катаясь на данных качелях, ударяясь об стол, и одна из труп сорвалась. И они упали вниз. Слава богу, там были струпы, и они спаслись. Ну а мы едем дальше. Смотри, облака на дурак. И здесь клапочки, смотрите, сразу находятся рядом. Сейчас мы въезжаем в деревню Дубки. Именно после нее начнется смотровая площадка Сулахского каньона. Везде в селе есть вот такие вот таблички, указывающие, куда ехать на Сулахский каньон. Ну что ж, остаются считанные метры, и я вам предлагаю насладиться этой красотой. До смотровой площадки Сулахского каньона осталось буквально 200 метров. Дорога, конечно, здесь не очень. Виды. Вот это да. Вот она смотровая. Ну что, друзья, вот мы и доехали до смотровой площадки Сулахского каньона. И смотрите, здесь какая красота. Ну что, торжественный момент. Посмотрите. Капец, мне даже страшно подходить. Блин. Блин. Там у меня вики глянь. Давай. Зай. Смотрите, какая здесь красота. А вот он поселок Дубки как раз таки. Здесь нереально красиво. Здесь нереально красиво. Низу живут люди. А дышка, конечно, тут шикарная. Уши закладывает. Но здесь все просто. Это очень круто. Очень круто. Вот так мы это сделали. Ну а сейчас давайте посмотрим на каньон с высоты птичьего полета. И я вам расскажу немножко про него. Первый раз я в Дагестан попал в 2003 году. И я даже не догадывался, что существует такое замечательное и красивое место. И собираясь вновь посетить Дагестан и отдохнуть там, я увидел незадолго до отъезда передачу Орел и Решка про Дагестан. После выхода данной передачи, одним из главных мест для посещения в Дагестане у нас как раз таки стал Сулакский каньон. О другом месте я вам расскажу и покажу чуть позже. Ну а сейчас немножко информации. Сулакский каньон это один из самых глубочайших каньонов в мире. И самый глубочайший каньон в Европе. Он растянулся на 53 километра, а его глубина достигает 1920 метров. Только представьте себе, наш Сулакский каньон на 63 метра глубже, чем самый известный каньон в мире. Гранд каньон в Техасе. И многие люди в России живущие даже не догадываются, что у нас существует такое замечательное и шикарное место, которое можно посетить. Но век технологий Дагестан становится более туристическим. И благодаря этому у нас в Сулакском каньоне становится очень-прямо много туристов. Нам повезло, мы приехали туда рано утром, когда еще там не было туристов. И нам повезло насладиться этой красотой и тишиной данного места. Смотрите, какая же все-таки здесь красота. Идем дальше на смотровую. Вот, смотрите, водохранилище какое красивое. Блин, даже страшно подходить. Смотрите, какая красота. Это внизу река Сулак, в честь которого и назван был этот каньон. Посмотрите, вид просто завораживающий. У меня, честно, даже просто нет слов, чтобы описать всю красоту этого места. Кстати, многие туристы пытаются попасть на Сулакский каньон, но и не у всех получается сюда доехать. Дело в том, что сначала надо ехать на Хасаверт, потом на ГЭС Сулак и поворачивать на деревню Тубки. И только так можно сюда доехать, на смотровую площадку Сулакского каньона. Так что всем рекомендую, кто будет в Дагестане, обязательно съездите и посетите это великолепное место. Честно, вы просто не пожалеете. Виды просто завораживающиеся. Ну что ж, ну а нам надо ехать дальше. Вселяться в наш санаторий, который был забронирован. Но мы еще сюда обязательно вернемся и вам все покажем в нем, когда здесь много народа. А также много других красивых мест в Дагестане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok